2 августа. В этот день улицы российских городов по традиции окрашиваются цветом голубых беретов. Десантники встречают своих боевых товарищей, вспоминают армейскую молодость. Михаил Пудовкин увидел войну в Афганистане в возрасте 19 лет. Говорит, что как такового страха сначала не ощущал. Пелась рамка и вот эта вот жара на фоне земли, вот все это вот испарение, гул, конечно, уже ребята, то есть, вот, потому что в Кабуле не было как-то такого вот ощущения, а вот уже когда непосредственно в желоба прилетели, уже там уже как-то так стали задумываться. Особенной подготовки, рассказывает Михаил, не было. Ускоренный курс, говорит он. Хотя большое внимание военачальники уделяли тактическим и физическим упражнениям. Вылазки, боевые операции, захваты и засады, все это никогда не сотрется из памяти солдата. Но о необходимости афганской войны Михаил имеет свое мнение. Правильно, я думаю, что Афганистан еще никогда не совершил. По-любому они у себя дома. Просто помощь надо было оказывать, но я думаю, что не такой ценой. За исполнение воинского долга Михаил награжден орденами и медалями. Из Афганистана десантник вернулся в 1987-м, уже совсем другую страну. В мирной жизни выбрал себе профессию таксиста. Но мы не брошены, уверяет он, ведь сейчас во многих населенных пунктах района созданы организации ветеранов войны. Одной из них руководит и сам Михаил. Вспоминает сегодня войну и Александр Безрядин, разведчик Витебской воздушной дивизии, уроженец Воронежа, родины воздушно-десантных войск. Наша группа, 15 человек, 86 человек уничтожила противника. Мы даже ни один не были ранены, захватили 123 единицы оружия. Но не все операции, говорит Александр, были удачными. Во время одной из них, пытаясь обезвредить четырех снайперов, он получил осколочные ранения. Ночью пошли, они заменили подход. Ночью не заметил это именно. Только щелчок смог закрыть своего товарища, там, Люкевича. И больше никаких впечатлений не было. За проявленное мужество Александр отмечен правительственными наградами. Вот уже пять лет живет в Солнечногорске, работает в строительной компании. И надеется, что такой войны больше никогда не повторится.